Хоть конкурс и называется «Снежная фантазия», Сергей Никулин решил выделиться среди конкурсантов и сделал фигуры из-за льда. Трудов приложил немало, воду приходилось намораживать в пакетах прямо на улице, а потом, как по дереву, он аккуратно выпилил фигуры. Получились симпатичные обитатели леса и символ года – козел. Я с деревом работаю, с деревом выпиливаю, а из-за льда проще в раз в пять, наверное, честно сказать, чем с деревом работать. Ну, из-за льда пять часов, например, фигуру делать какую-нибудь, из-за льда, ну, за час я сделаю. Примерно. А вот этого козла не заметить трудно. Колоритная фигура ростом около трех метров. Символ года получился упитанным, здоровым и мускулистым. Как признался автор, все в этой фигуре символично, нет ни одной лишней детали. Ну, то есть, стояет то, что, ну, люди здесь на спорте, занимаются спортом, ну, справляются в жизни, путь какой-то, какой-нибудь, ну, берут для себя в этой жизни. И, ну, то же самое, этот барабан, там, утром зарядку делают люди, тоже, ну, встают в шесть, там, пойдем, как говорится. Вот и все под нашей жизнью, которая здесь есть. И еще один символ года будет бороться за победу в региональном конкурсе. Как сказал его создатель Егор Середа, над синим козлом пришлось немало потрудиться. Одной только краски ушло литров пять. Делали четыре дня, делали с другом. Трудности, снег, не успело все слежаться. Сначала форму, потом детали все мелкие. В конкурсе «Снежная фантазия», который проводит УФСИН по Архангельской области, колония номер пять принимает участие каждый год. Осужденные лепят из снега не только символы года, но и другие фигуры, у кого какая фантазия. Например, в этом году тепличное хозяйство охраняет метровый «Серый волк». Около клуба припарковался «Запорожец». А на подсобном хозяйстве всех дружелюбно встречает свинья. Я считаю, что осужденные отнеслись ответственно к этому мероприятию. Достаточно качественные фигуры получились. И уже непосредственно руководство управления будет решать, кто какое займет место среди учреждений. И надеюсь, осужденные будут посильны. Итоги конкурса будут подведены в конце января. Но, как нам рассказали осужденные, сделали они эту красоту не для победы, а для себя, чтобы придать пустым казенным стенам праздничное настроение.